следующий раз и у нас идут с вами некроманты и давайте с вами сразу же рассмотрим каким образом они будут качаться и так смотрите воины здесь представлены рыцарями смерти у них 30 процентов шанс на атаку 25 на защиту 20 на силу магии 25 на знание в целом тут разница буквально в пять процентов между тем какой навык зайдет они качаются пропорционально с одной стороны это не делает их лучшим вариантом ни в одном из направлений не в защите не в атаке не в ударной мощи не по количеству знаний но с другой стороны они являются универсалами таким образом играя за рыцарей смерти вы будете получать пропорционально раскачанных героев у которых будет все но при этом будет все это качаться гораздо медленнее чем у других но сила их не в этом сила их все-таки в некромантии после 10 уровня рыцари смерти немножко меняют свои показатели у них полностью все выравнивается у них все навыки первичные с 25 процентным шансом то есть 1 к 4 что выпадет любой навык во время прокачки у некромантов это класс именно магов у некровского города шансы немножко другие у них атака и защита заходят гораздо реже по 15 процентов сила магии знания по 35 принципе они даже как маги выглядят довольно неплохо и хуже конечно по первичным навыкам чем те же магии из башенки но зато получше чем некоторые другие города которые мы с вами рассматривали после 10 уровня у них тоже все выравнивается и абсолютно равные шансы на выпадение всех навыков по 25 процентов если же рассматривать вероятность получения вторичных навыков то ситуация здесь следующая начнем с воинов это рыцари смерти у них хороший шанс восьмерочка на выпадение навигации а это все же минус больше чем плюс о чем мы с вами говорили раньше все-таки игра ведется без воды в основном шестерочка на получение мудрости но мудрость как вы знаете она всем классом с хорошим шансом будет выпадать на определенных уровнях семерочка на выпадение баллистики для штурма города мы тоже это с вами рассматривали это тоже в принципе не очень хорошо дальше семерочка на выпадение оружия и на выпадение доспехов там со средним шансом можно словить доспехи обычно они все-таки ловятся то есть в целом можно сказать что 50 на 50 идет хорошая или нехорошая раскачка у этих героев но именно наличие некромантии она все вот эти вот недостатки перечеркивает и делает их довольно хорошими героями далее рассмотрим некромантов у них 6 процентный шанс на поиск пути поэтому если вы будете играть какой-нибудь шаблон где вы заранее будете знать что будет много зон со штрафами то возможно есть смысл задуматься играть не через воинов у этой расы а именно через магов через некромантов помимо этого 8 процентный шанс на мудрость 6 процентный шанс на мистицизм что тут уже 50 на 50 но во многих случаях он все же минус почему-то огромный шанс на зоркость которая это этому классу наверное не очень нужна да и не только этому но зато огромный шанс ребят 8 процентов на магию земли а именно магия земли при прокачке за эту расу нужно более того я вам больше скажу при прокачке за любую расу прокачанная магия земли и найденное заклинание замедление это самое топовое что вы наверное хотите иметь в начале игры более того здесь ключевым заклинанием является поднятие нежити которая является аналогом воскрешения у других рас и таким образом магия земли здесь будет очень и очень кстати также шестерочка на получение грамотности именно грамотностью часто некроманты качаются из-за того что вообще велики шансы на заход многих ненужных навыков среди которых и мистицизм и баллистика тоже и иногда они приходят в связке как раз таки с грамотностью и хочешь не хочешь тут уже вам будет приходиться наверное именно грамотность брать что тоже наверное является определенным минусом также неплохие шансы на интеллект и волшебство по 6 процентов для магов это однозначно плюс ну и также у рыцарей смерти у некромантов 10 процентов шанс на некромантию плюс она всегда дана на старте игры поэтому она вам будет выпадать периодически во время прокачки очень часто именно некромантия это ключевое что и нужно иметь при игре за данную расу теперь давайте рассмотрим непосредственно самих героев во первых имеется строкер я даже не буду говорить что всегда имеется навык некромантии просто пропускаем это является специалистом по живым мертвецам и приносит собой от одного до трех стеков этих зомби и имеет ускорение благодаря тому что он единственный герой который специалист по зомби очень медленным существам у которых третья скорость наличие ускорения заклинания и то что он является специалистами он их ускоряет на плюс один именно это делает единственный вариант игры через зомби кроме строкера играть кем-то за зомби является не то что мало профитным да вообще в ряде случаев не профитным а тут прям реально можно даже задуматься может быть поиграть в каких-то случаях но все равно в большинстве случаев играют через скелетов и зомби даже через преобразователь скелетов тоже превращаются в скелетов если же нет то они используются как аджор при взятии каких-то банков за счет большого количества здоровья также имеется в наличии сопротивление от магии что его немножечко спасает в магическом плане в разных битвах в целом как некромант он наверное герой ниже среднего далее идет в океал причем довольно уникальный герой с одной стороны он специалист по вампирам с другой стороны у него есть артиллерия но при этом он не приносит с собой баллисту поэтому артиллерия в ряде случаев еще и лишний навык в его наличии что делает его тоже героем ниже среднего казалось бы хорошая специализация но лишний навык армию приносит стандартную стандартная армия для этой расы это 20-30 скелетов 46 зомби 46 тряпок имеет в наличии сразу же на старте каменную кожу стартует с единичкой атаки и знаний и двоечкой защиты и силы магии так стартуют все рыцари смерти далее идет мандор специалист по личам у которого сразу же в наличии есть замедление поэтому вам даже его не надо будет искать казалось бы вроде топово можно было бы за него стартовать замедление неплохая специализация все дела да он в принципе некромант выше среднего но у него есть один минус лишний навык обучения что немножечко все портит далее идет чар на это кстати один из лучших вариантов для старта у этой расы она не является топовым вариантом но она является хорошим вариантом во первых специальность тряпки что делает ее наверное ну не лучшим некромантом или рыцарем смерти в данном случае но зато у нее есть тактика которая позволяет лучше пробивать стрелковые стеки подставляя свою армию ближе к стрелкам а помимо этого у нее в книге заклинаний есть волшебная стрела что позволяет значительно снижать урон и быстрее убивать нейтралов с армию приносит не совсем стандартную она может принести до двух стеков а 4 до 6 тряпок именно так называют призраков и стражи и вообще надо отметить что рыцари смерти приходят с книгой заклинаний что экономит вам конечно же золото далее идет тамика наряду с той же чарной она выглядит тоже замечательно специализация у нее еще более топовая чем у чарной это черные рыцари которые являются одним из ключевых стеков наряду со скелетами армию приносит стандартную имеет в наличии сразу же оружие что позволяет наносить больше урона и в периоды когда у вас не очень много скелетов особенно на старте это может оказаться ключевым в полезности тоже имеется у нее волшебная стрела в наличии вот вы видите что и у чарной волшебная стрела и у тамики волшебная стрела но если их сравнивать между собой тамика более топовый вариант за счет специализации далее у нас идет исра исра это наверное самый лучший некромант из рыцарей смерти у нее идет специальность некромантии у нее продвинутая некромантия она приносит с собой стандартную армию но опять же у нее в книжке сразу же есть волшебная стрела это вот просто из всех рассмотренных вариантов самый топ но есть один минус если будете играть по правилам портала hero is world с включенной галочкой в этом случае для исры будет скрываться экспертная некромантия до тех пор пока вы все навыки не прокачаете поэтому она может нахвататься кучу разных бесполезных навыков и превратиться в такого немножечко средненького героя но с другой стороны все равно на старте игры быстрее нее не крить не будет ни один рыцарь смерти поэтому скелеты копятся под ней очень быстро далее идет клавиус клавиус очень хороший герой для старта и для того чтобы делать его главным героем он также как и остальные рыцари смерти стартует с волшебной стрелочкой помимо этого он приносит 350 золота в день что на 200 процентов сложности или если вы поторговались таким образом что у вас мало золота на старте делает клавиуса очень даже перспективным героем также в наличии сразу же есть оружие в целом герой очень и очень хороший и в некоторых случаях даже есть смысл брать его реально главным героем ну или как минимум стартовым для чтобы пополнить запасы золота далее идет галтран многими считается галтран топ-1 и вообще лучший герой за которого можно играть за эту расу из-за того что он с собой приносит от одного до трех стеков скелетов и когда он приносит три стека ближе к 30 очки плюс докупаются скелеты в замке а также выкупается еще один некромант из таверны очень часто при игре за галтрана у вас уже больше сотни скелетов основная проблема при игре за некромантов как раз и является то что в основном в начале у вас там от 40 до 70 скелетов и пока скелетов не станет больше сотни тяжело воевать и пока не заэкспертица некромантия так вот под галтраном это все происходит гораздо лучше во первых у него есть доспехи что позволяет экономить больше в бою скелетов во вторых у него есть заклинание щит что еще снижает как минимум на 15 процентов получаемый урон в ближнем бою более того он является специалистом по скелетам что позволяет ускорить скелетов на плюс один и таким образом упростить взятие склепов и многих других объектов а также пробивать многие охраны менее болезненно в общем это реально один из лучших если не лучший геройка за которого вообще нужно стартовать единственный минус наверное это то что идет основная некромантия у него и ну не критин начнет только после того как вы за экспертить этот навык но делается это не очень сложно и не очень долго далее переходим к нашим некромантом магом 1 это септиена специалист по волне смерти приносит стандартную армию а также имеет в наличии волну смерти в книге заклинаний казалось бы у нее есть грамотности это типа лишнее но в данном конкретном случае нет базовая грамотность в наличии септиены она позволяет ей передавать волну смерти другим героям а также переучивать разные заклинания от других героев таким образом как стартовый герой наверное она не лучший вариант но как герой вспомогательный может пригодиться но опять же на каких-нибудь маленьких картах типа с кирмишем 200 даже септиеном может делаться главным героем и более того показывать свой класс также ее полезность заключается еще и в том что во время проведения боев вы наверное не единожды видели когда игроки делают много единичек для снятия от веток для прикрытия и так далее так вот одна волна смерти все единички падают и дальше вы просто добиваете ключевые стеки со стороны соперника поэтому герой очень полезный далее идет айслин которая является одним из лучших некромантов магов которые есть в игре а все благодаря тому что у нее сразу же на старте есть метеоритный дождь и она еще является специалистом по этому заклинанию таким образом метеоритный дождь бьет очень больно позволяет очень легко пробивать стрелков и многие охраны на пути пробивная сила в магическом плане ну наверно лучшее у этой раз и также есть мудрость стандартная армия на старте однозначно смысл стартовать за и слин есть особенно на маленьких картах но даже на больших картах айслин смотрится очень хорошо помимо этого есть сандра сандра это наверное главный конкурент для айслин у него нет конечно такой топовой ударные мощи по магии в начале но за счет того что он является специалистом по волшебству а также волшебство есть в его вторичных навыках когда он раскачается он будет наносить даже больше урона чем сама айслин тем же заклинанием когда он его получит сразу же на старте есть замедление которое не надо искать поэтому старт за сандра если вы собираетесь играть за магов он является не таким уж и плохим далее идет нимбус один из самых нелюбимых некромантов для многих игроков в книге заклинаний есть щит это полезно но наличие зоркости теряет всяческий интерес к этому герою поэтому пожалуй не стоит за нее играть далее идет тант и вот это пожалуй третий некромант который может посоперничать и сандра из айслин также это один из самых темповых героев по развитию это специалист по поднятию нежити или оживлении мертвеца это заклинание сразу же есть в книге заклинаний единственный минус игры за танта это то что у него есть мистицизм что немножечко ухудшает до его раскачку придется мириться с этим навыком но тант может например начинать брать утопии уже на второй неделе без особых проблем после того как у него становится там каких-нибудь 200 или 300 скелетов даже галтрану с таким количеством брать утопии не всегда получается а вот у танта за счет того что поднятие нежити у него сразу же есть делать это без проблем можно поэтому темп который показывает тант иногда это просто невозможно затащить но не все бывает так гладко как вы знаете в игре очень много событий происходит поэтому некоторые все-таки решают стартовать за того же галтрана лучше нежели за танта тут уж смотрите сами плюс без оружия и доспеха в финальном бою если вы не нароете себе достаточное количество заклинаний или тех же навыков оружие доспехи они могут зайти но шанс очень и очень маленький и если против вас найдут красный шарик то любой маг конечно перед воином может и не устоять далее идет кси специалист по каменной коже именно это заклинание есть на старте стандартная армия но опять же обучение которое есть у него в наличии делает его героем не очень хорошим и ведамина ведамина так же как и исра это лучшие герои для быстрой некромантии у обоих на старте сразу же есть продвинутая некромантия у обоих на старте есть специальность некромантия но разные заклинания у ведамины все-таки имеется проклятие плюс ведамина больше качается в мага а исра больше воина но ведамина точно так же забанена на портале hero is world как имбовый герой которому в общем то точно так же скрывается экспертная некромантия при прокачке из-за чего иногда на выбор у вас только один навык появляется и не всегда этот навык хороший может нахвататься много негатива но если вы не играете по правилам портала hero is world в этом случае у вас открываются огромные возможности по некрению по сути вам если вы быстро хотите начать не крить вам нужно выбрать между воином и магом как вы хотите прокачиваться больше в магию или больше воина ну и последним героем здесь является нагаш тоже специалист по золоту вы знаете что есть клавиус который качается в воина и приносит золото а также есть нагаш который тоже приносит золото но качается он больше в мага более того у него на старте игры больше всего будет маны за счет того что у него есть интеллект но правда нет хороших заклинаний в книге заклинаний у него только защита от воздуха армию приносит стандартную